Шалом всем и добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по книге Хескель. Мы уже начинаем 26 главу. Дело в том, что между 26 и 28 главой, то есть 26, 27 и 28 глава, является, скажем так, одной цельной, скажем так, куском пророчеств, то есть это несколько пророчеств, но это в принципе одна цельная, которая захватывает одну пророческую, скажем так, тему, а точнее то, что называется царство Цор, так называемое, то есть Цор. И, кстати, интересно, что так много говорить об этом царстве, то есть государство под названием Цор, это весьма, скажем так, особенность Хескеля. Другие пророки так много не занимались этим государством, этим царством. Допустим, Мишаяу посвятил Цору всего лишь одну главу, а пророка Мосс аж два стиха, то есть аж два стиха он посвятил им посреди пророчеств, о котором говорят, ашшушаб шаимбаларбалу ашивен, то есть о трех грехах, я четвертый, то есть не вернулся и так далее. Кроме этого, в принципе, Цор упоминается среди, среди их народов, а не как отдельная общая тема, у Рмия, у Юэля, у Схаря и так далее, но, в принципе, очень, и Хескель это тот, которым, скажем так, выделил очень много. Дело в том, что то, что мы сейчас увидим в пророчестве, то, что мы прочитаем, что проблема Цора в том, что она, то есть Цор, это царство, тоже радуется от падения Иерусалима, от разрушения, и поэтому, в принципе, вот эти вот, скажем так, пророчества о разрушении Цора, о судьбе, которая живает Цор, стоит рядом с нашими предыдущими главами, которые мы говорили, то есть предыдущие народы, у которых тоже есть большая радость от падения Иерусалима. Есть, правда, некоторые особенности у царства Цор, то есть Цор, она немножко, скажем так, особенная, это царство, потому что мы говорим не об империи, скажем так, это не империя, это даже государство, которое не находится на большой территории. Мы говорим о маленьком острове, маленькие островы, которые всего лишь находятся всего лишь в нескольких сотен метров от Ливанского побережья, то есть сегодняшнего Ливана. Сегодня, кстати, Цор является частью Ливана уже, без побережья, без моря, точнее, но когда-то это был островок, который находится где-то метров 200-300 от самого побережья, до того, как Александр Македонский, скажем так, завалил это все, то есть землей, и построил, в принципе, проход для того, чтобы зайти в Цор и захватить его. И дело в том, что находится Цор на острове, это, в принципе, государство находится все на маленьком этом острове, и напротив этого острова находится, то есть называется Цор наземная, скажем так, Цор, которая является частью, скажем так, наземной, то есть прибрежная Цор, и там живут люди, которые, в принципе, поставляли Цору, воду и всевозможные другие вещи, которые представляли на острове. По тому, что описано в книгах, скажем так, литературе греческой, мы видим, что Цор весьма древнее царство, его описание уже появляется в конце, в конце 19-го, в конце 18-го, начало, в конце 19-го, начало 18-го века до нашей эры. То есть уже мы видим Цор, и, в принципе, мощь этого государства, скажем так, его значимость была в том, что это была, скажем так, торговая империя, которая имела огромное количество кораблей. То есть, в принципе, это была флотилия, флотилия, которые сидели, торговали, в принципе, весь ее мощь была на продаже и купечестве. Окей, это Цор. Дело в том, что, в отличие от народов, которые мы обсуждали в 25-й главе, Цор необычно вела с еврейским государством, с иудеей, с израильским царством, вела дружеские отношения, в отличие от предыдущих народов, которые были так или иначе во враждеб. Цор был в друзьях. Мы видели, что царь Давид пользуется помощью людей Хирама, царя Цора, для того, чтобы построить свой дворец, свой дом. Это мы учим. Также царь Шломо был очень близким отношением с Цором, с Хирамом. И, в принципе, он получил от Хирама огромную-огромную помощь в строительстве храма. То есть, и, в принципе, с поставкой ливанских кедров и так далее. Более того, дальше мы видим, что отношения Ушломо с Хирамом тоже были, развились в огромные, скажем так, торговые и морские, скажем так, общие напарничества. Были там, конечно, некоторые скрежет и скрепит, то есть, когда ударялись они с точки зрения интересов, но глобально, в принципе, ссор с народом Израиля было в дружеских отношениях. Таким образом, в принципе, кстати, в Пиртанах нигде не описывают какие-либо войны с ссором. То есть, да, у народа Израиля не было войны с ссором. И, таким образом, увидеть ссор между радующимся падением Иерусалима, немножко, скажем так, вместе с старыми врагами народа Израиля, немножко, скажем так, удивительно вызывает вопрос. И причина радости ссора мы поговорим чуть дальше. И, в принципе, такое введение мы сделали, чтобы мы понимали, о ком мы говорим. Дело в том, что в нашей главе, в вашей главе, у нас есть на настоящем 4 пророчества от ссора. Небольших, маленьких пророчеств от ссора. И в них разные аспекты падения от ссора. Итак, начнем с первой пророчества, с объяснением, в которой, в принципе, это два стиха таковые. И было в 11-м году, в первый день месяца было слово Господа, ко мне сказано. Сын человеческий, за то, что сказал цор о Рушалайме, ага, сокрушен он врата народа торговли, вместо врата народа торговли обращена ко мне, я наполнюсь, ибо опустошен он. Ох, в этом просто видим, в чем была великая радость ссора. Радость ссора отличается от радости других народов, которые мы читали в предыдущей главе. Несмотря на то, что ссор тоже говорит злорадное ага, как говорили, например, амонитяне, бнеамон, но для его злорадства или его радости совершенно другое объяснение. Это не какой-то, скажем так, месть или какой-то теологический вопрос с богами и так далее. Все очень просто. Экономический интерес. Экономический интерес, абсолютно, причем явно экономический интерес. Иерусалим являлась, если я напрощаю на евреите, то есть это Иерусалим называлась врата народа, а точнее, город, как говорит радак, Заходили в Неверусалим торговцы со своими товарами из всех народов. Нужно не забыть, что земля Израиля лежала на, в принципе, этот проход, через нее проходил шелковый путь торговый. Это был перекресток прохода через, из Асии в Африку. И таким образом, или, допустим, с Индией, то есть, да, тоже караваны проходили через землю Израиля на север и так далее. То есть, в принципе, все движение Ближнего Востока, так или иначе, и Дальнего Востока, Африки сосредоточила земля Израиля. Иерусалим, как столица сидящая, была, в принципе, сосредоточена своими рынками и так далее, в принципе, торговым центром, перекрестом торговых дорог. Таким образом, она называлась Длатота Амин, то есть, врата народа. И Цор теперь, то есть, видит себя, что как после того, как Иерусалим пал, опустошен, то Цор видит, что она займет эту нишу торговую. То есть, в принципе, Цор, то есть, теперь к ней придут эти народы, они к ней зайдут, как раз, мне, я наполнюсь, ибо опустошен. Ну, то есть, я наполнюсь народами, говорит Цор, потому что опустел народ. То есть, в принципе, как сказано у Радака, моля аниминга ирушалай махарва. То есть, я наполнюсь теми, кто был, от Иерусалима, города, то есть, разрушенного города. То есть, в принципе, получается, то есть, Цор абсолютно не использует, не испытывает никаких, скажем так, сострадания, не испытывает, скажем так, какого-то траура, не испытывает какого-то сопереживания с падшей царством уйдей, с Иерусалимом, с которым он был до этого, в принципе, в дружеских отношениях. То есть, мысль, то есть, все действие и мышление Цора построено на очень узких интересах. Таким образом, несмотря на то, что Цор никогда не был врагом Израиля, не дейского царства и народа Израиля, а даже другом была очень, то мы видим, что это, скажем так, очень друг такой предатель, скажем так, спокойно предает, которая, в принципе, подруга. Иерусалима, друг Иерусалима, Цор хочет, скажем так, заработать на разрушении еврейского государства. Таким образом, напротив, скажем так, весьма мерзопакостного мышления Цора, сразу же приводится наказание, которое ожидает Цора. Посему так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Цор, и подниму на тебя народы многие, как поднимают море волны свои, и разрушат они стены Цора, и уничтожат башни его, и вымету прав его из него, и обращу его в сухую скалу. Иерусалима, местом для рыболовных сетей станет он посреди моря, ибо говорил слово Господа Бога, и станет он добычей народа. И жители окрестности его, что в поле мечом, будут убиты и узнают, что я Господь. Имеется в виду, кстати, в окрестностях имеется в виду также Цор, который находится на земле, то есть, в принципе, те, которые так или иначе связаны с царством Цор. То есть, что мы видим? Наказание очень понятное, то есть, то, что мы прочитали, скажем так, очень понятно, абсолютно. Государство, которое находится на острове, ей было недостаточно своей торговли, своей, скажем так, влияния своего и богатства, которое было из этой торговли. Хотел использовать свое интересы экономические, разрушение Иерусалима, для того, чтобы создать новые отношения, чтобы народы устремились к ней, чтобы она заработала денег по большей торговле, то Всевышний сделает ей наказание. Потому что народы устремятся к тебе. Многие народы придут в Цор, но не для того, чтобы делать, скажем так, денежные сделки и купля-продажи и богатеть, а для того, чтобы разрушить Цор. Они придут туда убивать, они придут дограбить и разрушать. Это то, что ждет Цор, причем Цор превратится в скалы, в пустыню, в разрушенный пустой необитаемый остров. Это то, что ожидает Цор за ее пожелание наживиться на горе Иерусалима. Окей, эти стихи, в принципе, описывают нам падение Цора, разрушение и так далее. В принципе, они занимаются, скажем так, как и базия акцентируется на превращение Цора из живого города, когда к нему придут народы, и превращение его в пустой, заброшенный, скажем так, церосцахех. Как-то перевели на русский язык, еще раз. И обращу в сухую скалу, то есть, да, будет сухой скалой Цора. Дальше сейчас то, что мы будем читать, стихи нам приводят, скажем так, они, следующая группа стихов, они являются, скажем так, отдельным куском, но в принципе они снова возвращаются и повторяют падение Цора. Но теперь центральный, скажем так, аспект, он, скажем так, красочное описание врага, который придет, и как он будет воевать в Цор. И в принципе, естественно, само разрушение более раскрыто, скажем так, тема разрушения. Итак, давайте прочитаем. Ибо так сказал Господь Бог, вот я наведу нацор Навохадрецара. О, очень интересно. Навохадрецар – это имя, вы сами понимаете, Навохудоносор. Навохудонецор. Дело в том, что это один, первый из четырех раз, когда Эхискель называет его по имени. И очень интересно, что в Эхискеле он называет по-другому, чем он вошел в других пророчествах и вошел потом, в конце концов, в историю. Эхискель называет Навохудоносора или Навохудноцера Навохадрецер. То есть другим именем немножко. И не так его называют пророки. Может быть, это влияет, но может, по-настоящему Эхискель – это единственный пророк, который сидит в Вавилоне, не считая Даниэля. И он его называет так, в любом случае, и вот я веду Навохудноцера, царя Бавеля, с севера, царя царей. На ювелитете написано Мелех Млахим, по-настоящему Мелех Млахим, это очень интересная вещь. Это кличка. И эта кличка – словесный, дословный переводца аккадского языка. На аккадском языке Навохудоносор так назывался. Он назывался, скажем так, как Даниэль его приводит. Мелех Малхая. Мелех Малхая, как Даниэль на арамейском, он называет. В принципе, это его кличка на аккадском языке – царь царей, то есть император. То есть он царь многих царств. Император, другими словами. Это его кличка, это действительно, то есть его также называют Эхискель. Так вот. И придет царя Цибавеля, с севера царя царей, с лошадьми, и с колесницами, и с всадниками. И с ними толпа и народ многочисленный. Житель окреста твоих в поле мечом уйдет, и поставит против тебя вал, и насыпет против тебя насыпь. Помните вал, насыпь? Мы уже говорили про Александра Македонского, сейчас разберемся. И воздвинет против тебя заслон, и стенобитные машины установят у стен твоих, и башни твои разрушат мечами своими. Пыль от множества коней его покроет тебя, от шума кайфонницы, и колеса колесницы трясутся стены твои, когда войдет он в ворота твои, как входит в город сломленный. Копытами коней своих истопчет он все улицы твои, народ твой мечом убьет, и памятники мощи твоей на землю подохнут. И похитят богатства твои, и разграбят товары твои, и обрушат стены твои, и прекрасные дома твои, разрушат и камни твои, и деревья твои, и прах твой в воду сбросят. И пресеку гул песен твоих и звук кеноров твоих, не будет слышен впредь. И обречу тебя в супур скалу, местом для сетей рыболовных станешь, не будешь отстроен вновь, ибо я, Господь, говорил слово Господа Бога. Итак, в принципе, такое дословное описание разрушения Цора показывает нам три этапа разрушения. Во-первых, осады. Осады на стены города, на его крепости, и в конце концов, разрушения этих крепостей и стен. Второе, вход, множество колесниц, а также лошадей внутрь города. И третий этап, в конце концов, удар мечом, то есть, в принципе, убийство внутри города, и, естественно, мародерство, разрушение, которое приводит город к абсолютному, тотальному разрушению. Все прекрасно, все замечательно, все у нас понятно, нечего-то объяснять, только одна большая проблема у нас есть с этим пророчеством. Большая, небольшая, но проблема есть. Знаете, какая проблема? Дело в том, что у нас есть вопрос с реализацией этого пророчества. Мы прочитали, что произойдет с Цором, что делает Ном Худонос. Но мы знаем прекрасно, что Новохоносор не разрушил Цор. Да, Юсепус Флавиус описывает, что Новохоносор реально осаждал Цор. Очень долго осуждал, в принципе, осадой шла с 585 по 571 год до нашей эры. То есть, весьма длительная осада. Осада, которая шла, в принципе, 6 лет. То есть, да. Но она не закончилась разрушением Цор. Она даже не закончилась захватом Цор. То есть, он не захватил Цор. По-настоящему, пророчество, то описание, которое описано у Хискеля, произошло по-настоящему во времена Александра Македонского. То есть, Александр Македонский, да, уже насыпал насыпь, да, вошел по этой насыпи до города, да, пробил стены города, да, вошел внутрь и разрушил ее подчастую Цор. Он оставил его ру, одними руинами. И больше Цор никогда не поднимался, больше такого царства не было. То есть, в принципе, было полное разрушение. Но это произошло не на уходе Носера, это произошло во времена Александра Македонского. Позже, посредине второго храма. Таким образом, как мы должны понимать вот это вот, скажем так, явление? Почему пророчество Хискеля не реализировалось в своей полной силе? То есть, Александр Македонский не разрушил Цор. Он его осаждал и все. Он его даже не захватил. И только намного позже произошел захват Цора и разрушение. И действительно, этим вопросом уже занимался Барбанель, который прекрасно знал исторические события, которые произошли с Цором, как в истории все, что ложилось. По мнению Барбанеля, пророчество Хискеля не установило, что разрушение, о котором говорит пророк, произойдет полностью от начала до конца с помощью науходоноса. Так говорит Барбанель. А науходоноса он тот кто заложит начало разрушения, но он не тот кто его закончил. Пишет Барбанель так. «Ахрей шинафла въяд науходоноса, нитьешва хаир битуха хаям, въквар шава лималата, въквода акшиба лександрус Македон, алея въехрива пам шинит. Въя за и та хариба въехлититва поле лепише, них неса гаян ба въколь хумотео батео табу баян». То есть, в принципе, после того, как она упала в руки науходоноса, то есть, да, в принципе, с руку науходоноса вдела цаду, вернулся город, то есть, который был на море, то есть, который был на острове, и почти поднялась к своей высоте и почету, пока не пришел Александр Македонский на нее и разрушил его во второй раз, и тогда было разрушено абсолютно, потому что зашло на нее море, и все ее стены и дома покрузились в море. То есть, в принципе, остров ушел. То есть, оно было полностью разрушено. Таким образом, получается, из того, что говорит Абарбанель, разрушение отцора было длительным процессом, которое начал науходоноса и закончил Александр Македонский. Кстати, интересно, что в другом месте в нашей книге, в нашей книге Хискель, есть явный намек, что Хискель изменяет пророчество, которое в нашей главе. Дело в том, что в 29 главе, в 18 стихе мы находим пророчество, то есть, об этом, но оно уже изменено. Сын человеческий, Новохудар-рэцар, царь Бавелий отруждал войско своей великой работой против цора, каждая голова оплешивела и каждое плечо ободрано, но вознаграждения не было ему и войску отцора за работу, что сделал против него. То есть, мы видим здесь явное пророчество, что в конце главе, нахудоносор делал то, что делал захвату, но у него не получилось. Он потерпел неудачу подцором, то есть, после захвата, то есть, в принципе, и, скажем так, это не дал он никакой платы. И поэтому сказано дальше, следующий стих, что Всевышний дает ему плату, вместо цора он дальше дал другую плату на Мохудоносору. Сказано, посему так сказал Господь Бог, вот я отдаю на Мохудоносору, царю Бавеля, землю Митсрая, то есть я отдаю землю Египетскую, и унесет он изобилие ее, и захватит добычу ее, и разграбит награбленное ею. И будет это вознаграждение войску его. То есть, в принципе, то, что платой за неудачу подцором, Мохудоносор, скажем так, отыграется на Египте, и там в Египте он получит плату Крабещал Всевышний. Таким образом, что можем сказать? Что здесь произошло? В принципе, произошло изменение пророчества. Даже уже сам Хискелева вроде изменяет. Можно сказать, скорее всего, люди Цора были достойны, чтобы пророчество разрушения произошло с ними полностью. От начала до конца. По-настоящему реализация этого пророчества заняла длительный процесс, скажем так, задержалась на очень много времени. И это, в принципе, никак не противоречит никакой идее пророчества. Дело в том, что уже пророк Ирмияу говорил о том, что есть возможность изменить пророчество. В принципе, возможность изменить того, что было на пророчество, как разрушение. То есть пророчество разрушения может быть изменено. Если народ изменится, то, может быть, будет изменение и в том, что сказано. То есть оно не исполнится пророчество о разрушении. Допустим, это Ирмияу, книга Ирмияу на 18 главе говорит Эрмияу, «Расскажу я о каком-либо народе и о царстве, искоренить и разрушить и погубить, но если тот народ, о котором я это изрек и священник говорит, то есть разрушить, погубить, раскается во зле своем, то отменю я то зло, которое замыслил сделать ему». То есть, в принципе, если будет раскаяние, в конце концов может быть изменение в наказании. Скорее всего, дружеские отношения с царом, с народом Израиля, они занесли свою лепту на то, что немножко облегчили, скажем так, временно хотя бы то, что, скажем так, Всевышний немножко задержал наказание. Занял несколько сотен лет, пока это наказание реализовалось. Это может быть та плата, которая за то, что народ ссора помогал народу Израиля, так или иначе, на тех перекрестных путей, по этой причине оно растянулось, то есть, да, не ударило сразу наказание, а пришло потом. Но, в принципе, в конце концов, это, скажем так, приходный уход монстром, можно сказать, был предупреждением всем подряд, кто будет еще радоваться о падении Иерусалима. Окей. Следующее небольшое пророчество, которое в нашей голове, это, вернемся назад, в офиске, это пророчество, которое, скажем так, описывает, для того, чтобы, скажем так, усилить ощущение разрушения цора, описывает, скажем так, реакцию народов на соседних и на соседних островах и так далее на падение цора. Итак, давайте прочитать. Так сказал Господь Бог Цор, от шума падения твоего, от стона убиваемых в жестокой резне среди тебя не содрогнутся ли острова? И сойдут с тронов своих все властители моря и сбросят одеяния свои и узорчатые одежды свои снимут. Сейчас тут ожидание такое, что они сейчас это все снимут и одежда одежда траура. А нет. Втрепет облекутся на землю сядут. То есть, в принципе, они облекутся, одежда это более, скажем так, моральное ощущение, а не физическое проявление траура. И трепетать будут каждый миг и оцепенеют из-за тебя. И поднимут от тебя плач и скажут тебе, как исчез ты населенный от морей город прославленный, который был силен на море. Он и жители его, которые наводили страх на всех обитающих у моря. Ныне содрогнутся эти острова в день падения твоего уходу твоему в изгнание. Окей. В принципе, описание плача это, скажем так, литературный прием, который, скажем так, более реализирует, более дает четко прочувствовать падение. Но не только, скажем так, разрушение, само по себе разрушение видит порог перед своими глазами, он также как бы видит дальше, он видит, как реагируют народы на то, что произошло. Скажем так, население соседних других островов, что они символизируют? Они символизируют те, многие народы, которые, скажем так, так или иначе были в торговых отношениях с Сором. И до их ушей доходит, скажем так, слух о падении Сором. И, скажем так, и порог описывает очень поэтично, что как будто эти жители островов услышали, как погибает город, как умер, стонут мертвые, убиваемые в нем. Настоящие не слышно ничего. Имеется в виду, что пророк показывает, скажем так, и приписывает тем народам реакцию, которая происходит, скажем так, две основных действия, две основные реакции. Во-первых, с одной стороны, боль и траур о падении от Сора. И с другой стороны, страх. Страх и бешеный трепер. То есть, откуда? Страх от того, что, может быть, их ждет та же самая учащая, что из Сора, и они боятся этого. И таким образом достигается еще одна задача, вот этим аспектом, то есть, пророчеством, этим описанием и так далее, что происходит трепет, который падает на другие народы, чтобы предупредить других народов, чтобы они очень сильно трепетали и 20 раз подумали перед тем, как они будут вести себя так, как вели себя люди Сора. Окей, скажем так, к концу, в принципе, приближаемся к концу, нам осталось небольшой кусочек. Есть небольшое пророчество, которое, в принципе, подводит итог над тем, что было сказано до этого. Давайте прочитаем. «Ибо так сказал Господь Бог, обращу тебя в город, опустел, и подобных городам необитаемых, когда поднимется на тебя бездна, и покроют тебя многие воды. Тогда низведу тебя с нисходящим в могилу к народу усопшему из древли, и поселю тебя в стране в пределах нижних». Подобные местам разрушения из вечного с нисходящим в могилу, чтобы ты не был обитаем и отдам славу твоему страну жизни. Имеется в виду, кстати, очень сложная тема, очень сложные такие обороты, наивить еще более сложные. Раша объясняет, имеется в виду, что что твое великолепие Адам потом Иерусалим так говорит, Раша. В принципе, все объяснения говорят, что с падением Цора, уходом, скажем так, в преисподнюю Цора, то его великолепие, то есть его вот это вот великолепие этого царства перейдет в другие места, где есть жизнь и так далее. В любом случае мы видим, что не очень приятные вещи ожидают Цор. За край последний стих говорит, ужасом сделают тебя и не станет тебя и будешь иском, но не будешь найден. Такая Атлантида. Уйдет под землю, может быть, оттуда и появилась сказка про Атлантиду. Уйдет, то есть богатый город, который ушел под воду, причем реально в историческом ушел под воду по причине того, что после разрушения, которое было сделано Лохоносу, что море зашло и проглотило его. Ужасом сделают тебя и не станет и будешь иском, но не будешь найден больше вовеки слова Господа Бога. То есть после того, как полностью пророчество разрушения Цора реализируется, царство Цора полностью будет разрушено и она, скажем так, присоединится к находящейся в преисподнем. А точнее, в принципе, больше его никогда это царство никто не найдет. Оно уйдет под море навсегда и не будет найдено. В принципе, еще раз повторяю, я думаю, что вот отсюда появилась легенда в Атлантиде, что богатое государство, которое ушло под море. В принципе, это вошло в греческую мифологию и не зря вошло в греческую мифологию, потому что, обратите внимание, кто в принципе привел к тому, что это царство ушло под... То есть, разрушилось так, что из моря, в конце концов, из-за того, что был этот вал, который был насыплен, и в конце концов, из-за разрушения моря поглотило, и так же записано в порочестве, море, в конце концов, поглотило цор, Александр Македонский. Таким образом, наверное, так это вошло в Атлантиде. Наверное, на этом мы закончили 26 главу на сегодняшний урок. Все, кто слушал запись, как всегда, всего хорошего. На этом мы заканчиваем запись. До новых встреч!